Виолетта Ефименко Я призываю собственников принимать активное участие в решении проблем своего дома, в организации и проведении собраний. В администрации города состоялось еженедельное плановое совещание. Стратегия Газпромбанка в настоящее время направлена на развитие как раз продуктов для физических лиц. В Десногорске состоялось торжественное открытие среднерусского филиала Газпромбанка. Я думала, что это не так просто, но я стараюсь, чтобы все получалось. Надеюсь, в будущем будет лучше. Пернатый с пропиской. Добрый поступок для городских птиц. Наш патриотизм живет и будет жить. Во имя дружбы. Концерт «Крымская весна» прошел в Десногорске. Вакцинации по профилактике кори начнутся в Смоленском регионе с 1 апреля. В первую очередь в поликлинике будут прививать детей, медработников, пожилых и ослабленных смолян. Как сообщает Роспотребнадзор, количество заболевших корью в России выросло в 3,5 раза. Корь является заразным инфекционным заболеванием, которое придается воздушно-капельным путем. Поэтому прививки от кори необходимо делать своевременно. Деньги на вакцинацию выделены из областного бюджета. В настоящее время случаев кори в Смоленской области пока не зарегистрировано. 19 марта представители городских социальных структур подвели итоги за прошедшую неделю. Назначение нового заместителя по экономике и инвестициям, обсуждение проекта «Атомпарк», взаимодействие коммунальных служб с горожанами – далее в сюжете. Штатные изменения произошли в администрации города. Юлия Владимировна Галикова назначена новым заместителем главы муниципального образования по экономике. 18 марта она приступила к своим обязанностям. В сфере здравоохранения продолжается обучение десногорских медиков по неотложной хирургии. Для них проводят лекции, мастер-классы профессор Андрей Черепанин. В нормальном режиме работает городская инфраструктура. Проводятся собрания с жильцами малоэтажных домов по поводу недостающих площадок для сбора мусора. Активность собственников низкая. Решения принимаются с трудом и есть вероятность вернуться к мешочному сбору мусора. Призываю собственников принимать активное участие в решении проблем своего дома, в организации и проведении собраний. Обсуждалось на совещании реализация значимого для города проекта «Атомпарк». Его запланировано организовать за 12-м домом 1-го микрорайона. В Центре культуры и молодёжной политики уже состоялись встречи жителей Десногорска с наставниками этого проекта. В культурной жизни города запланировано ряд мероприятий. Так, 21 марта состоится открытие выставки работ преподавателей детской художественной школы в выставочном зале Историко-краеведческого музея. 24 марта в 16.00 состоится праздничная программа, посвящённая работнику культуры в киноконцертном зале Центра культуры и молодёжной политики. В нештатные ситуации в Десногорске спасатели пожарная инспекция не зафиксировали. Муниципальная система оповещения функционирует в обычном режиме. Вилета Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Розганова, Десна ТВ. Внеплановые осмотры проблемных объектов Смоленского региона стали нормой для Алексея Островского. Недавно губернатор побывал на перекрёстке улиц Румянцева и Соколовского, где лично увидел большие ямы на дороге. Островский дал поручение профильным ведомствам максимально ускорить ремонт дорог, на ремонт которых уже выделено более миллиарда рублей. Также губернатор посетил корпус поликлиники номер 6, которая расположена в здании культурного наследия. Фасад поликлиники разваливается, а кирпичная кладка рухнула на пешеходную дорожку. Следующим пунктом стал барак на улице Смена. Дом в критическом состоянии, а новые квартиры жильцам так и не выделены. Найти решение Алексей Островский потребовал у начальников профильных департаментов. 12 марта 2019 года войдет в историю нашего города как значимое событие. Буквально через несколько минут распахнет свои двери для всех жителей города офис среднерусского филиала «Газпромбанка». «Газпромбанк» предоставляет широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. Банк четко определил направление, в котором будут выстроены взаимоотношения с десногорцами. «Стратегия «Газпромбанка» в настоящее время направлена на развитие как раз продуктов для физических лиц, для нашего с вами населения. И эту задачу мы, конечно, призваны решать именно уже на территории Десногорска». Открытие офиса ведущего банка безоговорочно станет началом на пути непрерывного развития банка и успехов жителей Десногорска. Ведь для них уже разработаны особые предложения. «Сегодня есть, какими продуктами населения порадовать у «Газпромбанка». Действительно хороший выбор в розничной линейке, так и вкладных, так и вкредитных продуктов. И в том числе прекрасные предложения, исключительно новые, наверное, сегодня в качестве подарка, в том числе и для Десногорска, сформированные по зарплатному проекту. «У нас очень хорошее зарплатное предложение, пакетное предложение по зарплатным клиентам, которое предусматривает и бесплатное снятие во всех банкоматах сети, безлимитное снятие в банкоматах, и кэшбэк на карты, и плюс еще процент на остаток. То есть действительно уникальное предложение с точки зрения конкурентных условий». Смоленская атомная электростанция давно и плодотворно сотрудничает с «Газпромбанком». Ее представители – одни из первых – поздравили руководство и сотрудников банка с открытием. «От имени Смоленской атомной электростанции федерального концерна «Госнеграды» я поздравляю вас, всех нас, жителей города и работников станции с открытием этого офиса». Большому кораблю – большое плавание. И уже сейчас каждый житель Десногорска может стать клиентом этого надежного банка, который работает в масштабах страны, в интересах каждого. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Светлана Розганова, Десна-ТВ. Смоленская область стала первым субъектом, где принято нововведение в отношении мировых судей. В настоящее время первично мировой судья назначается на должность на три года. Выдвинув свою кандидатуру повторно, по истечении этого времени он назначается в должности уже на пять лет. Для усовершенствования судебной системы Алексей Островский предложил продлить второе судейское назначение на срок достижения в должности возраста семи десяти лет. Как отметил губернатор, это должно послужить эффективной мерой для независимости судьи. Смоленские депутаты поддержали внесение изменений в областной закон. Важные и добрые дела десногорских волонтеров не обходят стороной и наших крылатых друзей. Птичек города в скором времени ждет приятный подарок – новые скворечники. На мастер-классе по их изготовлению побывала и наша съемочная группа. Заготовки у нас уже имеются, и сейчас мы начнем заниматься сборкой. Сделать скворечник своими руками очень просто. По крайней мере, так уверяет Михаил Юрков, ветеран Смоленской АЭС, а также серебряный волонтер Десногорска. Тем не менее, для этого нужно уметь работать с деревом, дрелью и шуруповертами. Но в случае нехватки таких навыков, на помощь придет опытный товарищ. Сегодня этой работе посвящен мастер-класс волонтерской организации ОСА города Десногорска. Мы собираем скворечники. Мы с вами уже собрали кормушки, развесили их по городу. И сейчас у нас очередной этап. Слаженность действий волонтеров видны даже здесь. Кто-то подготавливает поверхность дощечек, кто-то соединяет детали вместе. И все это происходит под надзором опытного наставника. Благое дело должно быть при этом безопасным. Я думала, что это не так будет все просто, но я стараюсь, чтобы все получалось. Надеюсь, в будущем будет лучше. Это благое дело. Город надо облагораживать, поэтому мы занимаемся этим делом. Делом из строящих. Чтобы поспеть вовремя, ребята действуют согласно расписанию. Сначала собирают корпус скворечника. После этого его покроют специальной пропиткой и покрасят. Тогда скворечник станет устойчивым к условиям внешней среды и приобретет свой оригинальный вид. Ребята не только делают доброе дело. В процессе они приобретают полезные быту навыки работы с саморезами и электроинструментом. И что немаловажно, умение работать в команде. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. На заседании Комитета областной думы по вопросам агропромышленного комплекса планируют начать региональный проект «Агростартап». До 3 миллионов рублей будут выплачивать владельцам новых сельхозпредприятий. Ключевым направлением использования гранта станет товарное рыбоводство в области. Почти в два раза за последние пять лет увеличилось производство товарной рыбы. Однако проблемы все же есть. Это незаконная продажа рыбы на городских улицах и сокращение выручки предприятий. По заверению председателя Комитета по Смоленской области по вопросам агропромышленного комплекса, в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая займется решением этой проблемы. На сцене Центра культуры и молодежной политики Десногорска состоялся праздничный концерт «Крымская весна». Мероприятие посвящено празднованию знаменательной даты для Крыма и всей России – пятой годовщины исторического воссоединения двух территорий. Подробности в нашем сюжете. Пять лет назад, в марте 2014 года, состоялся исторический референдум в Крыму. Тогда абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение к Российской Федерации. К этому приурочена всероссийская акция «Крымская весна». Мероприятие проходит по всей России, в том числе и в Десногорске. Такое событие в городе решили отметить праздничным концертом. День воссоединения олицетворяет единство негационального народа, общность исторических традиций и ценностей. «Крымская весна» вдохнула в нас уверенность. Наш патриотизм жил, живет и будет жить. Программа концерта была представлена яркими выступлениями самодеятельных коллективов города. Выступления детских ансамблей сменялись более взрослыми артистами. Участие в вечере приняли танцевальные и вокальные коллективы «Калибри», «Каприз», «Ивушки» и другие. Независимо от выбранного жанра, каждый номер был артистичным и запоминающимся. Концерт замечательный. Коллективы тоже. Я в восторге. На самом деле я очень люблю посещать такие мероприятия. Это очень важное событие. Мы очень рады, что Крым присоединился и вернулся в Россию. Такие мероприятия – это не только яркое городское событие, но и важный вклад в воспитание патриотического духа. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Дисна ТВ. Научно-практическая конференция состоялась в Смоленске в Медуниверситете. Здесь встретились ведущие врачи России, доценты и профессора из Белорусского Гродненского университета и московских вузов, гости из Брянска и Калужской области. На конференции обсуждались разные темы, одна из которых – инфекционные заболевания у детей. Своевременно диагностировать болезнь и назначать правильное лечение – задача каждого врача. Поэтому очень важно практическому здравоохранению взаимодействовать с высшими учебными заведениями. И, как отметил ректор Смоленского государственного медицинского университета, такие конференции идут только на пользу всем пациентам. В Тамбове завершился финал открытого чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кайсбаскет» Центрального федерального округа среди юношей. На кону в матче за третье место разыгрывалась путевка на главный старт сезона. За право выйти в финал сражались около сотни команд из разных городов. Напряженные соревнования длились пять дней. В результате в суперфинал прошли юные смоляне. Именно они отправятся в Испанию бороться за звание лучших. И коротко о погоде. 21 марта в Десногорске ожидаются осадки в виде снега. Днем плюс семь, ночью плюс два. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова